МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Чудом без жертв сразу две стены здания обрушились в городах края. По горячим следам быть ли школе в Красногорском районе? Силой духа почему помогать людям тяжелый труд?" МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Малокомплектную школу в селе Старая Суртайка, которая накануне прогремела на всю страну во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным, не закроют, а наоборот укомплектуют педагогами. Этот вопрос на месте событий сейчас решает в Рио заместителя председателя правительства края Надежда Капура. Напомним, накануне прошла 16-я прямая линия с Владимиром Путиным. В прямом эфире задать вопрос президенту удалось жителям Старой Суртайки. Они просили сохранить малокомплектную местную школу, которая является единственной на три деревни. Месяц назад у нас был сход села, где глава администрации района сказал, что школа закрывается. А у меня внук, два внука, которые старше идут, на следующий год в школу. А куда он пойдет, если школу закроет? Нам придется все продать и уехать отсюда. Я не хочу уезжать. Мы 40 лет прожили здесь. Если школу закроют, село умрет. К ответу на вопрос по видеосвязи подключился в Рио губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Что касается школы, она у нас является филиалом. Она действительно малокомплектная. И есть вопросы по укомплектованию преподавательским составом. Тем не менее, в планах закрытия ее нет. Вероятно, какой-то сбой информации прошел на уровне тех руководителей муниципальных, которые собирались на сход и доводили информацию до жителей. Я пока делаю первые шаги в крае по вниканию в ситуацию. Но очень внимательно эту конкретную ситуацию с органами местного самоуправления и, самое главное, с жителями села проведу. И вопрос будет решен. У школы есть будущее. После прямой линии с президентом Виктор Томенко направил старую суртайку в Рио у заместителя председателя правительства края Надежду Капуру. В данный момент она изучает ситуацию на месте. Ее главная задача – организовать работу по подбору педагогов для полноценного учебного процесса. А час назад ситуацию прокомментировал в Рио губернатор Виктор Томенко. Об этом подробнее в вечернем выпуске. В Рубцовске в самом центре города обрушилась стена гостиницы аллеи. ЧП произошло в 2 часа ночи, поэтому никто не пострадал. Сейчас наши корреспонденты работают на месте. По предварительным подсчетам вывалился кусок площадью около 600 квадратных метров. Высыпались все внутренние перегородки и стекла с обратной стороны. Отметим, это одно из старейших зданий в Рубцовске. С 40-х годов постройки капитальный ремонт не проводился давно. В другом крыле здания находится городской суд. А в Барнауле обрушившаяся кирпичная стена буквально похоронила под собой машину. Автомобиль восстановлению не подлежит. Инцидент произошел 7 июня на улице Ползунова рядом с одной из автомастерских города. Подробности в нашем вечернем выпуске. С сегодняшнего дня по старому Барнаульскому мосту запрещен проезд большегрузов, чей вес превышает 5 тонн. Об этом пишут корреспонденты комсомольской правды Барнаул. Из обзора изданий Сибирской медиагруппы также узнаете, где в жару охлаждались двое мальчишек краевой столицы и какие ощущения остались у барнаульца, который проехал под центральным улицем Бийска. С сегодняшнего дня старый мост закрыт для проезда. Правда, лишь автомобили, чей вес превышает 5 тонн. Ограничения ввели по решению комитета по дорожному хозяйству Барнаула с целью сохранности коммунального сооружения и безопасного проезда по нему. Когда ограничения будут сняты, неизвестно, зато точно известно, что автобусы могут продолжать беспрепятственное движение по старому мосту. Продолжим тему дорожную. Бийский рабочий сообщает, что создатель одного из известных барнаульских интернет-пабликов проехал по дорогам Наукограда. Скажем так, по гостевому маршруту. И этого ему хватило, чтобы ужаснуться и передать привет мэру города Александру Студеникину. В комментариях к новости, пишут журналисты, не все поддержали мнение автора. Некоторые писали, что и в Барнауле хороши исключительно центральные магистрали, а чуть съехал с Ленинского и началось то же самое. А теперь о жаре, долгожданной, но от этого не менее изнуряющей. Спастись от нее можно разными способами, а можно и таким, о котором сообщают аргументы и факты Алтай. Жители Барнаула сняли видео, где двое мальчишек купаются в луже. Действие происходит на улице Сиреневой. Один из детей просто побродил по луже, другой прямо занырнул туда и пытался плавать. Многие горожане ностальгируют по своему советскому детству и даже завидуют. Мальчишка. Татьяна Голубева, Наш Новости. Полмиллиона рублей похитили мошенники у жительницы Новоалтайска. Деньги сняли с кредитной карты, которую только что оформила 51-летняя женщина. По данным пресс-службы Краевого управления МВД, незнакомец позвонил через два дня после оформления кредитки. Представился сотрудником банка. Сообщил, что при заполнении анкеты была допущена ошибка и предложил внести изменения. Женщина сообщила номер карты и пришедшие на телефон коды. После чего все деньги списали. Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают, как персональные данные стали известны мошенникам. Номер, с которого звонил преступник, зарегистрирован на жителя одной из северокавказских республик. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, чья работа помогает людям, работнике службы социальной защиты. Старым, больным, одиноким, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Дата 8 июня была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1701 году, Петр I подписал указ об организации «Богадельни». Там же выделив для ухода зануждающимся особых людей. По сути, первых социальных работников. В современном виде спецслужба, точнее, соцслужба работает с 1991 года. Только в Барнауле, по данным Краевого министерства труда и социальной защиты, ежемесячно помощь получают около 6 тысяч человек. Из них 375 – пожилые люди и инвалиды, которые находятся на домашнем обслуживании. Наш корреспондент Илья Кочетков провел один рабочий день с работником социальной службы и узнал, из чего состоит эта непростая работа. Сюжет об этом смотрите в вечернем выпуске. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Самое быстрое похудение – Турбослим-экспресс. Всего за три дня до минус 3 килограммов и до 3 сантиметров в талии. Турбослим-экспресс от компании «Эвалар». 8 июня в Крае Ясный, без осадков ветер юго-западноумеренный. В Заринске-Алейске, Белокурихе и Рубцовске до плюс 29, в Бийске почти 30, в Камни-Наоби и Славгороде до 28-30, в Барнауле днем до 30 тепла. И к этому часу у меня все новости. Хорошего дня вам и до встречи. Турбослим-экспресс